Метро. Советы, хитрости, подсказки, тонкости. Сейчас я расскажу вам все, и у вас не останется ни единого вопроса, хитрость номер один. Там, где блестит, там и заходим. Часто вы подходите к перрону и хотите встать в том месте, где будут открываться двери вагона, но вагон обидно проезжает вбок, и вы встаете и тупо смотрите в стену. Есть способ, как этого избежать. Смотрите на землю, на вот эту вот платформу около входа. Там, где кусочки грязные, там не заходите. Там, где чистые, там и вставайте, потому что пассажиры перед вами за вас уже натерли до блеска этот вход. И даже уборщицы со своими опилками не смогут скрыть следы. Где натерто и блестит, там и заходите с хитростью номер два. Выход и вход для воров. Все кражи в метро производятся во время входа или выхода. Почему так? Потому что если у вас украли что-то посередине поездки, вы легко можете это обнаружить. И, о, преступник оказывается с вами в одном вагоне. Вы можете начать детективное расследование Агата Кристи, опросить всех пассажиров, исчислить виновника, арестовать его и наказать. Но, если он делает это перед выходом или входом, он, соответственно, выходит, и вы больше его не увидите еще много-много времени. Поэтому перед выходом и входом следите за своими кошельками и обращайте внимание на подозрительных личностей. Хитрость номер три. В центр мужской, а из центра женский. Про что я это говорю? Про голос. Голос диктора, который объявляет станцию. Если вы забыли, куда вы едете, или очнулись и не понимаете, что происходит, помните, что если вы слышите мужской голос, значит, вы едете в центр Москвы. А если вы слышите женский голос, значит, вас увозят уже куда-то подальше. Это простой способ ориентироваться. Кстати, мало кто об этом знает. И еще мало кто знает про хитрость номер четыре. Она заключается в том, что воздух в старые вагоны подается с правой стороны и дует в левую. Так уж они устроены. Поэтому если в жару вам очень жарко и вы хотите продышаться, идите в левую, в левую, в левую часть вагона. По движению, разумеется. Если же вам очень холодно, идите в правую, тогда вы не почувствуете лишнего воздуха. В правую, в холод, в левую жару. И хитрость номер пять. Вы не поверите, но есть предложение, которое сделано для того, чтобы упростить пользование московским метро. Называется оно Яндекс.Метро. 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 Пользуйтесь им. В нем есть даже подсказки, в какой вагон заходить, чтобы быстрее куда доехать. И подсказка номер шесть. Хитрость, тонкость. Существуют альтернативные способы перемещения между станциями. Даже альтернативные переходы не указаны в официальной навигации. Это отдельная культура метро. Загуглите, посмотрите, поищите, когда будете двигаться между станцией метро. И вы обалдеете. Есть простые, кроткие способы, как перейти с одной станции на другую. Не через вот эти длинные переходы, угловые и так далее. И теперь вы знаете все. Все хитрости, советы, тонкости о метро. Субтитры сделал DimaTorzok